Здравствуйте, дорогие мои! Как ваше настроение? Я так устала. Скажите, пожалуйста, вы дочь тоже вот такой канджибудзах делаете по шкафам? Я с утра со Светкой уже два дня сделаем канджибудзах по шкафам, но не заканчивается. Через три дня опять вот так. А вот у нас так, я не знаю, вот суббота-воскресенье, думали со Светкой хотя бы полдня, там полдня кухня. Канджибудзах перевожу, это генеральная уборка. Да, канджибудзах это по-армянски, а генеральная уборка по шкафам. Именно по шкафам это у нас со Светкой. Света третий этаж, а второй этаж. В общем, закончила полдня, зашли уже мы к кухне. Потом говорю, Света, а мы поздоровались? Говорю, нет, конечно, давай хотя бы поздоровиться, а потом начнем работать. А то мы много готовим, не забываем иногда снимать, потому что когда дети дома, мы все забиваем. Это же каждому надо отметить, каждому надо подать, убрать. В общем, у меня очень такой новости есть хорошие, которые мне предлагают индийским фильмом сниматься, дорогие мои. И в Москву предлагали, и в Ереване много предлагали. А я сейчас думаю, стоит этого или нет? Для внуков что-то остаться, может быть и стоит, но пока я еще думаю. Но хочу сказать, не зря, вот столько я снимала, вот индийский, да, то танцевала, то упала, то стало. Это все для нас, дорогие мои. Я вам хочу сказать, возраст здесь роль не играет. Он в фильме снимает взрослые люди, средние, молодые. И это возрастные, ну, каждый играет по своему ролю. Ну, мне предлагали. Одно место я уже отказал, а второе место я еще думаю. Если будет все интересно, я вам обязательно скажу. Что у меня в мысли, вот, чтобы зайти вам сказать, и вот некогда. Хочу спасибо сказать всем, всем хорошим комментариям. А плохим уже, я не думаю, сразу блокирую, чтобы они больше меня не видели и не страдали. Вот это я так думала. Зачем им страдаться? Во-первых, они не отписываются, а писать пишут. Про бульки очень много вопросов. Все то, что рецепты, вы не найдете в Инстаграме. Значит, имейте в виду, у меня все в Ютубе. Хоть подписывайте, хоть не подписывайте. Особо для меня эта роль не играет. Если хотите узнать от меня что-то, в Ютуб-канале, дорогие мои. А это у нас гости на пороге с орехом. Очень вкусно. Вот это осталось. Вчера пекли за 30 минут. За 30 минут пекла невестка моя. Это же наша рецепта. Целый противень. Целый противень. Нет, вот это чуть-чуть хотя бы для витрину мы поставили. А так уже нет. Вот такая у нас зима проходит. Сейчас у нас очень планы хорошие. Сейчас покажу, что хочу я сегодня. Еще внуки заказывали. Что? И вот так у нас день проходит. Хочу всем желать хороший день, хорошее настроение. Еще раз хочу огромное спасибо сказать. Все такие шикарные комментарии. Вы же знаете, собака лает, караван идет. То есть, Арусия всегда идет вперед. То, что мне надо, я и делаю. А я когда спрашиваю ваше мнение, конечно, для меня это очень важно. Но когда 98% хорошие, 2% нехорошие, без этого не варят. Это простительное. Так что я вас очень люблю. И буду сниматься, и буду еще танцеваться. Еще и будет планы много. Буду все-все показать, дорогие мои. Возраст здесь никакой роль не играет. Я вас очень люблю. Желаю вам хороший день, хорошего настроения, дорогие мои. Смотрите, дорогие мои. Вот это уже третий день. Да, Света? Да. Посмотрите, как красиво она вирос. Смотрите. Прям приятно. Это чечевица. Кто не знает, для нашего Пасху посадила. Я на армянскую Пасху посадила пшеница. А здесь, в России, которыми наша тоже Пасху будем делать, я посадила чечевица. Чтобы было отличало. Чтобы немножко было разница. Смотри, третий день, и как она у меня равномерно вирос. Я надеюсь, через три дня уже будет вот такой ровненький, но уже зелененький. Ну что, дорогие мои, вы можете сказать, что сегодня мои внуки попросили. На столе у нас мясо, лук, тесто, чеснок. Угадаем. Сегодня мои внуки попросили делать самсу. Что для этого нужно? Мясо уже готово. Лук чем? Я весь не скажу. Я по глазам вот так. Как мне удобно. Вот сколько мне нужно, я сделаю. Чеснок. Хочешь меньше делать, хочешь больше. Ну я вот так. Солю, перчу. Красный перец, черный перец и соль. Нужно хорошенько размещать. Это слоеное тесто ты в рулет, да, превратила? Красиво? Угу. Видите, узорчатый, да? Вот сюда покажу. Очень легко и хорошо. Смотри, какие узорчики. Берем щетку. Смотрите, вот так делаем. Немножко мокрый. Смотрите. Так, просто чуть-чуть. Делаем мокрый, чтобы когда мы будем закрывать, чтобы сильно не переживала. А, души. Вы же знаете, я все люблю больше. Вот так берем. Раз. Вот так раз. Все. Видите? Все. Особо давить немножко, чтобы равномерно. Смотрите, как будет к самолете. И вот. Смазываем яйцо. Вот так красиво. Будет блестяще. Осталось посмотреть конечный результат. Ну, все. Все. Посмотрим, что будет в конце. Смотрим, как, мои красавчики. В конце я немножко закрываю, чтобы не сгорело. Смотрите, какие красивые. Ну, точно на меня похоже. Смотрите. Ой, как запах. Ой, боже мой. За сколько минут я делала. Но она же красивая. А как пахнет. Весь дом. Уже дети спустились. Говорят, бабуля, что пахнет? А это сейчас намажу. И опять поставлю в духовку. Сегодня уже готовить особо не буду. Конечно, фарш останется. Ну, еще что-нибудь придумаем с вами, что-то делать. Оно у нас ничего не пропадает. Лука побольше. Шикарно. Смотрите, как красиво. А это я сделала больше. Честно, вы знаете, я маленький ничего не люблю. Но красиво получилось. Очень. А пахнет просто безумно. Воскресенье. Все детки дома. Надо же как-то баловаться. Ну, что, девочки. Пошла вторая. Мой размер, да. Ой, как она красива. Смотрите сзади. Я представляю, если я сейчас дырочку делаю, какой сок будет течь. Потому что лук делала в один-в-один. Сколько мяса, столько и лук. Так что готовим с любовью. Вот так сейчас красиво сделаем. Дети придут уже. Широкий возьмем. Как красота. Ну, видишь, сок течет, Света. Течет, течет. Сок течет. Давайте вот так, чтобы все поместило. Все равно дети так горячие не могут кушать. Так, давай еще, еще, еще. Берет. Сколько там еще? Две? Угу. Господи! Это у нас бездорожевой, Свет, или здорожевой? Бездорожевой. А это у нас бездорожевой. Посмотрите, какая красота! Это точно на меня пампушка похожа. Это точно на меня похоже. Это тоже большое дело. Дети пару штук ели, и уже сытнее. Говорит, бабуля, так мы давно не ели. Ну и на здоровенько. Все, последний малюсенький осталось. Дело. Честно говоря, и мяса уже почти не осталось. Смотрите. Смотрите, что там осталось. На здоровье всем. Самое главное, дорогие мои, готовить с любовью. Чтоб дети наелись и чувствовали, что бабушка для них что-то готовила когда-то. Я уверена, что стопроцентно пройдет 10 лет. Жены будут готовить. Дети мои скажут, внуки, ну как моя бабушка, никто не готовила. Как мы сейчас говорим. Правда это? Вот и все. Сейчас снимаем. Посмотрим, что за красота. Вай, 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 чутокинь. Эсичка раз, вай, 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 запах. Пошла третья партия. Пожалуйста. Как не хвастаться, а? Федевральная. Вай, чутокинь. Шедевр, шедевр нарисованный. Смотрите. Вай, вай, чутокинь. А сок течет. И все, это последний. Смотрите, какие красивые. Одна последняя маленькая. Ничего страшного. Пока это готовилось, я уже все посуды помыла. Так что кухня чистая. Сейчас отдохну. Готовьте с любовью. Какое отец-то получается. Вот сюда, посмотри. Хлеб завтра решила делать дома. Смотри. Смотри, какое тесто. Ты понимаешь, какой салоеный тесто будет? Смотри. А еще только начинай. Вот смотри. Вот такое тесто будет. Смотрите. Завтра у нас будет свежий, домашний, горячий хлеб. Если вы хотите, чтобы со мной делать хлеб, можно сегодня тесто делать. А завтра вместе будем печь. У меня в YouTube-канале все рецепты есть. Спокойной ночи вам, дорогие мои. Смотрите.